По поводу фона, здесь будет немножко более хитрая история, что нужно сделать. То есть вы изначально на прозрачном фоне делаете тот рапорт, который вам нравится, без фона. Вот он у вас сформировался. После этого, видите, у меня объект, вот он есть, заливка, да, я эту заливку вытаскиваю, потому что программа мне сама формирует мой рапорт. Он у вас будет сделан, посмотрите, внимательно приблизьте, там будет такой вот прямоугольничек. То, что мы делаем в ручном методе, подкладываем прямоугольничек, он и тут есть, вот он он. И программа точно так же его по умолчанию туда вкладывает. Вот вам нужно взять этот прямоугольничек, сказать Ctrl-C, Ctrl-B и покрасить его нужным вам фоном. Вот этим. Положить его на самый-самый монтаж, на самый задний план. И вот теперь, выбрав вот это все, закинуть это все в заливке и попросить сделать заливку. Вот так не залилось. Почему? Потому что у меня назад ушел не с... В общем, на самом заднем плане должен лежать прямоугольник без цвета контура, без цвета заливки. Тогда все сработает. Смотрите. Еще раз. Соответственно, такая вот двухэтапность. Если вы хотите ровную стуковку фона, которая будет абсолютно идеальна, лучше сделать два этапа. На бесцветном фоне. Формируете ваш, соответственно, принт, рапорт, как он должен смотреться. Вот таким образом. Потом его вытаскиваете, этот рапорт. Вот как-то я отсюда просто взяла и потянула его, вытащила. И уже внутри этого рапорта увидите вот этот прямоугольник, который программа рапортует. Ну, прямоугольник, квадрат. Как правило, прямоугольник, реже квадрат. И вот этот квадрат дублируйте и делайте заливкой. И он у вас идеально встанет и будет идеальным без стыков. Вот попробуйте сделать то, что я сделала. Если вот у вас будет такая же ошибка, как я допустила. Хорошо, что я допустила, чтобы было видно. То, что у вас квадрат, прямоугольник, на котором цвет контура лег в самый низ, надо просто переложить. В самом низу должен быть прямоугольник без цвета и без контура. И тогда все сработает. Почему я в курсе показываю взаимосвязку вот этого ручного метода и паттерн-женерейтера? Потому что принцип формирования точно такой же, только здесь они его автоматизировали. И когда нужно что-то докрутить внутри рапорта, то имеет смысл вот как бы таким образом выходить. А уже потом, это вот следующий этап, когда вот оно все сформировано. Но это я вам показывала везде. Мы можем с вами заниматься тем, что будем крутить уже по цвету и как-то это видоизменять. Либо вот такой 2021 версии, либо оно может у вас вот так смотреться. Соответственно, здесь вот уже можно менять. Это уже дальше можно по цвету менять. Можно по направлению менять, по масштабу и так далее. Но это вот именно работа. Это я нажимала вот сюда, перекрасить графический объект. Попробуйте сделать то, что я вам показала. Все у вас должно получиться. Вы взялись за самый такой мозголомный принт. Это интересно. Вот мы с вами разобрали, как это сделать. Просто для начала это немножко сложновато. Ну, освоите, все у вас будет хорошо. С принтами есть такая вещь. Их надо привыкнуть на работу. Когда вы смотрите на принт, вы сразу будете глазом вычленять этот рапорт. Смотря на этот принт, я понимаю. Вот от этой точки до этой точки, до этой точки, до этой точки. Вот у меня рапорт вычленился. Как бы программа вычленяет его немножко по-другому. Это не важно. Но он все равно срапортуется. Вот таким образом. То есть берете элементы, загоняете их в автоматическую заливку через Pattern Generator. Формируете правильный паттерн. Потом вытаскиваете, смотрите, какого размера прямоугольник. Его заливаете фоном. И дальше уже играетесь, как хотите. Через перекрасить графический объект можно сделать безумное количество цветовых вариаций. И будет все у вас хорошо с ними. Отводите эту систему. Все вам будет даваться. Любые принты, любые сложности будут у вас получаться легко, быстро и просто. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!